Романтика В начале нашей программы я хотел бы поблагодарить наших дорогих телезрителей за ту поддержку, которую вы оказываете нашей программе. Поддержку оказывайте своими письмами, которых с каждым месяцем приходит все больше и больше. И поверьте мне на слово, мы читаем все, анализируем, ответить не можем, но со вниманием их все изучаем. Вы присылаете нам ноты, стихи, аудиокассеты, видеокассеты, даже книги. Это приятно, знаете, потому что, значит, наша программа не просто нравится, она помогает людям, ну, знаете, проявить что ли скрытые у них таланты. Благородная миссия. Ну, это все так, в общем. А, конечно, основная часть писем – это письма, в которых содержатся просьбы о встрече с тем или иным полюбившимся исполнителем. Здесь у меня на столе лежит несколько писем о встрече с певцом, который вам очень полюбился, который неоднократно принимал участие в нашей программе. Я не буду их зачитывать, потому что все они практически, если суммировать, содержат только одну просьбу. Очень просим вас пригласить на вашу программу Олега Погудина. Мы в восторге от этого певца и очень его любим. Последний раз он был в вашей передаче, по-моему, и так далее. Олег Погудин – вновь гость нашей программы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Снился мне сад В подвенечном море В этом саду Мы с тобою вдвоем Звезды на небе Звезды на море Звезды в сердце моем Листьев лишь оботель ветра порывы Чуткой душою я жадно облюсь Взоры глубокие Устал, молчали вы Милая, я вас люблю Тени ночные плывут на просторе Счастье и радость Разбиты кругом Звезды на небе Звезды на море Звезды на море АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я позволю сразу представить помощников Олега Это Михаил Радюкевич АПЛОДИСМЕНТЫ И Алексей Баев АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И, может быть, это даже концерт в первую очередь Вот, так пытаюсь вести себя, как на сцене Потом понимаю, что можно быть чуть-чуть свободней Как у друзей Можно, в принципе, да АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В лунном сиянии Снег серебрится Вдоль по дороге Троечка мчится Динь-динь-динь Динь-динь-динь Колоколечек звенит Этот звон, этот звук Много мне говорит В лунном сиянии Ранней весною Помнишь ли встречи Друг мой с тобою Колокольчиком твой Голос юный звенел Динь-динь-динь Динь-динь-динь О любви сладко пел Вспомнился зал мне Шумной толпою Личика милой С белой фотою Динь-динь-динь Динь-динь-динь Звон бокалов гремит С молодою женой мой Соперник стоит В лунном сиянье Снег серебрится Вдоль по дороге Вдоль по дороге Вдоль по дороге Троечка мчится Динь-динь-динь Динь-динь-динь Колокольчик звенит Этот звон Этот звук Много мне Говорит Динь-динь-динь Спасибо 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 Спасибо. Спокойно и просто Как странно, как странно все это Совсем ведь недавно была наша близость Безмерной, безгромной, а ныне Ах, ныне было нерадно Мы только знакомы, как странно Завязка ведь сказка Развязка страдания Но думать все время о нем неустанно не стоит Быть может, зачем до свидания Мы только знакомы Как странно Аплодисменты Поскольку в Амалик приходится тоже ездить очень много Встречаться с зарубежной публикой Не понимающий язык Вот объясните мне, каким образом русский романс заставляет их так же сопереживать, плакать, как и наш народ Романс, в первую очередь, это очень-очень-очень хорошая песня Я специально немножко снижаю, может быть, пафос, выступление по поводу романса Я мог бы сказать, что это, как правило, великая песня Я мог бы сказать, что это очень часто гениальная песня Мы не требуем никогда перевода прекрасных песен с других языков Ни с французского, если мы слушаем пиаф или монтана Ни с итальянского В общем-то, отклик эти песни тоже находят в наших сердцах Хотя мало кто из нас Ну, даже если знают люди французский, итальянский, английский, немецкий язык Вот, уж в нюансах разбираются немногие И носители языка совсем редко встречаются Вот, я же, тем не менее, когда, если говорить о зарубежной гастроли И когда в зале я знаю, русских людей почти нет или очень мало Вот, то я все-таки, конечно, в нескольких словах представляю песню Но я говорю, о чем я буду петь Хотя это ни в коем случае не передача, не только неадекватная передача Но даже неприблизительная передача смысла или уж тем более поэтического достоинства романса Нет, одну минуточку Насколько я знаю, вы выступали в Италии и в Швеции Вы пели романсы на итальянском языке То есть вам делали перевод все-таки Нет, нет, нет Я всегда пою романсы на русском языке Только, да? Только на русском языке, конечно Если я в Италии или в Швеции, или в Германии, или во Франции То я пою просто какую-нибудь английскую, итальянскую, французскую песню Нет, там достаточно хороших песен тоже Что касается русского романса, я пою всегда на русском языке Но вообще-то это правильно АПЛОДИСМЕНТЫ Я вновь пред тобою стою очарован И в дивные очи гляжу И вновь непонятной тоскою заволнован Я жадных очей не свожу И думаю, ангел, какою ценою Куплю дорогую любовь Отдам ли я жизнь с непонятной тоской С томлением прошедших годов Признав как святыню во всем твою волю Могу об одном лишь молить Чтоб ты мою жизнь, мою горькую долю Заставила вновь полюбить Я вновь пред тобою стою очарован И в дивные очи гляжу И вновь непонятной тоскою заволнован Я жадных очей не свожу АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Наверное, всякая песня про любовь Хорошая песня про любовь Перевода, в общем-то, не требует Самое ужасное, когда перевод требуется Для наших современников Не обязательно тех, которые моложе нас Но те, которые за последние годы Может быть, немножко разучились Слышать эти тексты Или в связи со всеми жизненными Неправдами и сложностями Отвыкли Принимать на веру То, что человеку на веру принимать свойственно Ведь всегда, когда Мы говорим о том, что для нас дороже всего А любовь вряд ли Может быть что-то дороже любви Вот, всегда очень охотно веришь Этим словам Пускай, пускай Романс — это почти всегда печальная песня Но, тем не менее, в нем столько жизни Что, наверное, с лихвой хватило бы Не только на наше время Да и хватит, я думаю, еще надолго-надолго-надолго вперед Золотые слова Не уходи Побудь со мною Здесь так отрадно, так светло Я поцелуями по кровью Устаю чечелок Я поцелуями по кровью Устаю чечелок Побудь со мной Не уходи Не уходи Побудь со мною Я так давно Тебя люблю Тебя я лаская гневою Я пожгу И утомлю Не уходи Побудь со мною Горит огонь Побудь со мною 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 Я до смерти любить буду только тебя. Спасибо. Мой следующий вопрос о гастрольном графике, о гастрольной географии. Ну хотя бы за последние полгода назад или вперед? Назад, вперед еще поговорим. Нет, ну география достаточно обширная, действительно обширная. От Берлина до Екатеринбурга, но в Мурманск, правда, пока не доехали, но вот просят от Мурманска до Астрахани. Это вот в ближайших планах. Я, как сказать, если вот вы говорите, если бы вы узнали, как вам приходится ездить. Ну не так уж и страшно, на самом деле, ездить приходится. По крайней мере, я стараюсь. Убедить приглашающих нас, как бы, слово подобрать. Ну чаще всего мы работаем все-таки с филармониями. Убедить в том, что артист, особенно певец, он также музыкант, это существо, ну хоть это и молодой мужчина, но все-таки достаточно нежное. То есть, если это поезд, то желательно, чтобы все-таки можно было выспаться. Если самолет, то желательно, чтобы не в день концерта. Это, в принципе, ну вы же знаете, вокалист существо очень прихотливо. И не потому, что у него дурной характер, хотя и с дурными характерами бывает немало людей, я и сам не подарок иногда. Но это, в принципе, физическая необходимость. Увы, 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 можно спеть концерт, это счастье. Особенно, когда тебя любят, и ты любишь тот материал, с которым ты работаешь. Поэтому мы продолжим романсом. И романсом, на самом деле, чудесным именно по своей одновременно искренности и тактичности. Если бы каждый из нас хотя бы раз в жизни услышал такое, может быть, не объяснение даже в любви, хотя этот романс, конечно, объяснение в любви. Но если бы услышал в свой адрес такие слова, он бы, наверное, сохранил бы их как залог счастья на всю жизнь. Потому что, в всяком случае, учиться и так говорить не поздно никогда, и в наше время, и на будущее время. Хотелось бы не разучиться. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Оспоминанье тут жизни заговорило вновь и то же о вас Очарование и таж в душе моей любовь И то же о вас очарование и таж в душе моей любовь Спасибо 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 Ну и наверное традиционный вопрос Совсем грустно О будущем О будущем Мы говорили там о будущих гастролях Нет, интересно узнать Я вообще иногда знаю, что артисты боятся, чтобы не раскрыть каких-то своих секретов И тем не менее, какие-то планы на будущее, программы, циклы Ай, вопрос действительно грустный, вы правильно начинали совершенно вот так вот Ну потому что планы, вот планы вещь такая Планируешь что-то А на самом деле не то, что не получается, а оно начинает жить своей жизнью И вот, допустим, я планировал записать диск с песнями «Блата Куджава», о которой мы, кстати, в прошлый раз говорили на встрече Вот, и три года это не получалось, а потом вдруг взял и получился сам с собой в один день Бывает такое, что касается программ новых Мне так хорошо со старыми, правда Вот я сейчас пою любимые вещи, по-настоящему любимые Когда расширился и состав участников оркестра, когда расширилась география наших путешествий, когда работа стала гораздо более интенсивная Вот просто так, в небольшом зале, и в большом, не важно Выйти с программой, посвященной русскому романсу, для меня стала счастливым совершенно событием И, главное, редким А сейчас, наверное, вот вчера, допустим, была программа, посвященная европейской песне, в основном итальянской И, не знаю, ну, порядка тысячи песен, наверное, в нашем репертуаре есть И чтобы хотя бы их раз в год, эти программы показать, это уже нужно постараться А помимо этого, не только в родном Петербурге, не только в Москве, но и в других городах Планы? Не знаю, дал бы бог здоровья Вот, и все сложится, все состоится, что самое нужное Я счастлив в своей работе, и счастлив просто, наверное, очень просто счастлив Потому что всегда я хочу выходить на сцену, я хочу работать, я хочу петь то, что я пою И я вижу, что люди, которые заполняют залы, а крайне редко в зале бывают свободные места Обычные залы, полные в любом городе Люди приходят, чтобы услышать то, что я поюзничаю, им это очень-очень нужно Поэтому с этой точки зрения планы как бы все реализовались Что касается практических каких-то, ну, я не знаю, новых программ, новых записей Не знаю, боюсь и печально мне об этом говорить, потому что иногда мне график моих путешествий, моих концертов диктует Не иногда, почти всегда диктует обстоятельства моей жизни, а я только пытаюсь его скорректировать, если хватает сил Короче, планы такие – петь, пока поется Точно АПЛОДИСМЕНТЫ Гори, гори, моя звезда Гори, звезда Приветная Ты у меня Одна заветная Другой не будет Никогда Ты у меня Одна Заветная Другой не будет Никогда Звезда Звезда Надежды Благодатная Звезда Любви Последних дней Ты будешь Веча Веча Незакат В душе Тоскующей Моей Ты будешь вечно Веча Незакат В душе Тоскующей моей. У лучей твоих небесной силою Вся жизнь моя озарена. Умру ли я ты над могилою? Гори, сияй, моя звезда. Умру ли я ты над могилою? Гори, сияй, моя звезда. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ К сожалению, наша программа подошла к концу. Сегодня гостем романтики-романса вместе со своими верными помощниками Михаилом Радюкевичем и Алексеем Баевым был гость из Санкт-Петербурга Олег Погодин. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы немножко нам помогали Александр Бромвейбер, скрипка Владимир Бродский, Братевьяна и постоянно ведущий программы романтика-романса Леонид Серебренников. До новых встреч. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ